Но такие невидимки принципиально не отличаются от фрегатов и броненосцев. По сути, те же самые однокорпусные конструкции. Новый британский боевой корабль будет не похож на них настолько, насколько реактивный истребитель не похож на аэроплан братьев Райт. Огромные морские корабли всегда были олицетворением могущества государства. Но сегодня представления о силе меняются. Небольшой современный боевой корабль может представлять реальную угрозу для целой эскадры океанских гигантов. Развитие боевого флота Соединенных Штатов Америки яркое тому подтверждение. В 70-е годы он развивался в соответствии с концепцией быстрого реагирования. Для действий в мировом океане формировалось несколько пожарных команд из атомных кораблей. Пентагон всегда имел под рукой несколько авианосных групп. Причем в их состав входили только атомные корабли. Авианосцы типа «Нимец», крейсера класса «Калифорния» и, конечно, подлодки «Лос-Анджелес». Такие группы имели общую скорость входа и высочайшую атомную автономность. Именно эти ядерные кулаки должны были отразить красную угрозу в любой точке мира и молниеносных. В 90-е годы с окончанием Холодной войны завершилась и эра атомных ракетных трейсеров. Новые угрозы, новые теории. В моду вошла более глобальная, литеральная, иначе говоря, прибрежная стратегия развития морских сил. В ее основе тот факт, что большая часть мирового населения и промышленности расположена на расстоянии не более 500 километров от береговой черты. А теория ведения бесконтактных войн предполагает в случае войны парализацию экономики и инфраструктуры враждебных государств. Новейшие американские эсминцы типа «Арли Бёрк» литеральной стратегии полностью соответствуют. Это настоящие плавучие арсеналы. На каждом корабле 90 вертикальных пусковых установок, 29 носовых и 61 кормовая. В них размещаются ракеты четырех типов. Зенитный «Стандарт» с дальностью перехвата воздушных целей до 70 километров. Противолодочные ракеты-торпеды «Асрок» с дистанцией эффективной стрельбы свыше 16 километров. Противокорабельные ракеты «Гарпун» и, наконец, главный калибр – знаменитые «Тамагавки». Это позволяет наносить удары по наземным объектам, корабельным группировкам и уничтожать воздушные цели. В целом, американские морские ракеты уступают российским. Но США с лихвой компенсировали отставание с помощью передовых компьютерных технологий. Интеллектуальной основой эсминцев Арли Берг стала новейшая система управления ИДЖИС. Ее отличие от предыдущих заключается в том, что она объединяет все технические и боевые средства эсминцев и сама управляет ими. В зависимости от разной тактической обстановки ИДЖИС перераспределяет цели в зависимости от степени угрозы. Например, при отражении массированного нападения с воздуха она прекращает поиск новых целей и сосредотачивается на сопровождении и уничтожении обнаруженных. ИДЖИС – это вычислительный центр из 20 мощных компьютеров. Радар эсминца принципиально новый, с активной фазированной решеткой. Предельная дальность обнаружения целей – 450 километров. Даже внешне он не похож на предыдущий РЛС. Его шестигранные излучающие антенны вмонтированы в плоскости надстройки. Арлиберг – эсминцы-невидимки. Корабельная архитектура выполнена по технологии стелс. В надстройках практически отсутствуют острые углы. В отличие от эсминцев и фрегатов предшествующих поколений, Арлиберг построен из стали, а не из алюминиевых сплавов. Дело в том, что авиационный металл резко снижает устойчивость конструкции к пожару. В этом американцы убедились на собственном опыте. В начале 90-х годов попадание одной ракеты во фрегат «Старк» не просто вывело корабль из строя, но сделало невозможным его восстановление. Жизненно важные помещения эсминцев типа Арлиберг дополнительно защищены листами брони толщиной 25 миллиметров и покрыты кевларом. В 2000 году один из Арлибергов был взорван террористами в Йемене, прямо в порту Адена. Он остался на плаву, но восстановить корабль так и не удалось. Возможно, если бы он имел другую конструкцию, например, как у новейшего английского корабля, последствия были бы менее тяжелыми. Стометровый британский «Тритон» – большая действующая модель перспективного фрегата или эсминца. В сравнении с этим футуристическим кораблем Арлиберг – вчерашний день. Опытный прототип «Тритона» уже совершает испытательные переходы. Это «Тримаран» с мощными боковыми вставками. Трехкорпусная конструкция дает множество преимуществ перед традиционным кораблем аналогичного водоизмещения. Корпус «Тримарана» на 20% прочнее. На просторной палубе относительно небольшого «Тримарана» можно комфортабельно разместить главное средство борьбы с подводкой. С подводными лодками противника – вертолеты. «Тримаран» лучше переносит качку. И, следовательно, боевые вылеты вертолетов возможны при большем волнении. Окончательное решение о дальнейшей судьбе «Тритона» еще не принято. Нынешние ходовые характеристики прототипов «Регата» или эсминца будущего пока довольно скромны. Максимальная скорость – 20 узлов, дальность плавания – 550 миль. Как знать, может быть, за полноценным кораблем такой компоновки будущее британских многоцелевых надводных сил. Во всяком случае, англичане не те люди, которые могут бросить на ветер 40 миллионов фунтов, потраченных на постройку «Тритона». КОНЕЦ